Приветствую, уважаемые натуралисты, с вами канал Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами, подписывайтесь и поехали. Итак, господа, раз уж пошла такая, ну вы поняли, предлагаю обсудить гипотетическую схватку между царем зверей с черного континента и нашим пушистым, скромнягой хозяином тайги, величественный, уже к счастью, не вымирающий амурский тигр против официального царя льва. Кто же сильнее? По массе и размерам наш таежный друг превосходит голенького царя. Пока ленивый властитель мира пользуется услугами дам и лишь иногда рычит на соседей, нарушителей его границ, наш пушистый гигант способен справиться абсолютно с любой добычей. Проще говоря, у амурского тигра в природе врагов, кроме обезьяноподобных, нет, тогда как старенького льва может скушать даже стая гиен. Амурский же тигр не гнушается несчастным дальневосточным леопардом, самой редкой на данный момент в мире большой кошкой или даже медведем, когда как лев способен вольнуть крупную добычу только совместными усилиями прайда. Ну, куда же он без женщин? Общеизвестно, что царем зверей является лев. Но действительно ли это так на самом деле? Действительно ли лев самый сильный хищник на планете? И есть ли зверь, который может посоревноваться со львом в силе и мощности? Конечно, есть. Это наш российский уссурийский тигр. Многие биологи считают, что лев получил свое звание царь зверей незаслуженно. Львы живут и охотятся прайдами. Чтобы завалить на охоте крупное животное, буйвола жирафа или даже антилопу, лев прибегает к помощи своего прайда. В основном львиц. Тигр же – охотник-одиночка. Ему не нужна ничья помощь, чтобы добыть крупного оленя или кабана. Средний вес африканского льва – до 200 кг. Высота в холке – до метра. Длина тела – до 2,5 м. Средний вес амурского тигра – до 300 кг. Высота в холке – 1,5 м. Длина тела – до 3,2 м. То есть, мы видим, что лев как минимум уступает тигру по всем физическим параметрам, а особенно в весе. Разница в 100 кг более чем существенна при поединке 1 на 1. Напоминаю, что мы сравниваем именно африканского льва и уссурийского тигра. В Азии обитают еще два вида тигров – бенгальский и индокитайский, которые значительно меньше своего российского собрата. Ролики о тиграх и других больших кошках вы сможете найти в плейлисте «Кошки». Ну а сейчас вы начнете кидать в меня камни, напоминая о том, что амурский тигр со львом никогда не встретятся, ибо живут на разных континентах. Глупая ты блогерша? А нет, оказывается, такие эксперименты проводились неоднократно. Дело было на Клондайке в Аляске в конце XIX века. Во времена золотой лихорадки на Аляске среди жаждущих несметных богатств золотоискателей была популярна одна забава – они, гады такие, встраивали различные виды животных за деньги. В специально огражденном вольере встраивали между собой волка против пумы, бультерьера против кабана и т.д. Некоторых диких животных за большие деньги привозили даже из других частей света – Африка, Азия и Россия. Это была целая индустрия, где вращались огромные деньги. Старатели делали ставки на животных золотым песком. И это было выгодным раконьерам. Самыми дорогими и взывающими большой резонанс были бои наиболее крупных хищников, таких как африканский лев и дальневосточный тигр. На такие бои приезжали даже скучающие миллионеры из других стран, дабы побередить свои нервы и сделать ставку. Хищников предварительно хорошенько злили, а потом выпускали против друг друга. Как правило, в живых после такого боя оставался только один. Сила укуса амурского тигра порядка семьдесят одной атмосферы. Известно, что тигр обладает чудовищно мощными лапами, длина когтя до 10 сантиметров. Именно поэтому этот хищник чаще использует хватание. Жертву он обхватывает лапами и начинает кусать. В целом амурский тигр – хорошо вооруженное животное, у которого задача моментально убить жертву. Официальный же царь – гибкий и грациозный. У него хорошо развитые передние лапы и шея. Сила укуса у льва порядка сорока атмосфер. Также они обладают королевской гривой, которая может быть неплохой защитой шеи от укусов. В отличие от амурского тигра, сам по себе лев – это не быстрый убийца, а скорее настоящий драчун, ибо самочек мало и за них надо бороться, а впоследствии и защищать их от других африканских кавалеров. Подкрадываясь к добыче как можно ближе, почти вплотную, лев прыгает на добычу и пытается ее загрызть. Но если добыча оказывает сильное сопротивление, то лев подключает свои передние мощные сильные лапы и начинает с ним, образно говоря, драться, пытаясь поломать все кости своей жертве, чтобы хоть как-то ее победить. Если же добычу надо догнать, то лев может развивать высокую скорость только на коротких дистанциях по причине маленького и слабого сердца, чего не скажешь о нашем уссурийском спартанце. Однако льву присуща храбрость, причем не шуточная. Были случаи, когда в него стреляли охотники из расходов порядка 500 пуль. Естественно, они его убили, но потери были огромными, ибо льву удалось серьезно ранить минимум шесть человек и убить двоих. И какие же можно сделать выводы из всего вышесказанного, спросите вы. Во всех боях, проводимых на Аляске между тигром и львом, победа всегда доставалась амурскому тигру. Разница в весе почти в центнер, а также тотальное преобладание тигра по всем физическим параметрам не оставляли льву ни единого шанса на победу. При гипотетической же встрече в дикой природе тигр выиграет только в том случае, если сможет отлично провести нападение из засады. Если атака прошла неудачно, то он будет либо отступать, либо постарается одолеть, что будет для него очень тяжело. Льву же надо только пережить яростную атаку тигра, чтобы в дальнейшем начать доминировать в поединке. Но и у него может быть момент фола. Средний же амурский тигр сильнее среднего льва, как в дикой природе, так и в неволе. Это подтверждено многими экспертами, историческими столкновениями этих кошек и даже по образу жизни. Тигр эволюционировал, чтобы в одиночку охотиться в основном на крупных животных. А лев, чтобы полагаться на прайд? Есть исследования из книги биолога Сэмюэля Хоутона и доктора Файрера. Они доказали, что тигр сильнее льва. Общий вес мышц у тигра и льва показывает большое превосходство тигра. И это превосходство подтверждается также весом мышц плечевого сустава. Сила льва составляет около двух третий от силы тигра, а сила львицы составляет примерно половину от силы тигра. В целом, лично я тоже считаю нашего амурского тигра более достойным титула царя зверей, чем африканского льва. А как вы считаете, пишите в комментах. Обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Пока я сделала великого медоеда и его русскую сестричку Росомаху, приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных зуб. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч.